В Александрии, Вирджиния под Вашингтоном сегодня подходит к концу федеральный процесс 44-летнего бывшего пермика Игоря Данченко, который обвиняется во лжи ФБР. Председатель, стоящий на процессе федеральный судья Энтони Тренго, был назначен президентом-республиканцем Бушем-младшим, но на досудебных слушаниях гораздо чаще принимал точку зрения защитников Данченко, чем команды спецпрокурора Джона Дюрама, который открыл это дело. В первых числах октября Тренго снова оглаушил обвинителей отказом приобщить к делу целый ряд лакомых деталей, на которые те рассчитывали. Судья, в частности, запретил прокурорам обсуждать самую скабрезную деталь из досье Стила, касающуюся мнимых шашней Трампа с пятью московскими проститутками, в отеле Ритц Карлтон и их видеозаписи, которые якобы приберегают россияне с намерением Трампа шантажировать. Отклоняя этот эпизод, судья объяснил, что он запутает присяжных и настроит их против подсудимого. Данченко и откриминируются всего две неправды, якобы сказанные им следователем ФБР, на первых допросах, имевших место в январе 1917 года. Во-первых, Данченко утверждал, что источником сенсационных утверждений досье о сговоре Трампа с Москвой был уроженец Белоруссии, а ныне американский гражданин Сергей Милиан, в прошлом президент малоизвестной российско-американской торговой палаты. По словам Данченко, он услышал эти утверждения от человека, который позвонил ему анонимно, но он решил, что это был Милиан. ФБР выяснило, что Данченко не был знаком с Милианом и ни разу даже с ним не разговаривал. Адвокат Данченко Дэнни Анарата заявил присяжным в своем вступительном слове, что его подзащитный был стопроцентно правдив на допросах и в частности действительно верил, что ему звонит именно Милиан. Пойди докажи, что не верил. Чужая душа потемки. Во-вторых, подсудимый по какой-то причине якобы скрывал от ФБР, что источником ряда утверждений и досье был Чарльз Долан, активный деятель демократической партии и опытный пиарщик, работавший в числе прочего и в России на тамошней власти. В обвинительном документе приводится пассаж из протокола допроса Данченко, в котором следователь спрашивает о Вуадолане, а Данченко отвечает, что никогда не говорил с ним о досье. В своем вступительном слове адвокат Данченко заявил, что тот сказал правду. Они действительно не говорили на эту тему с Доланом, а только обменивались СМС. На родине Данченко закончил юрфак Пермского университета, а переехав в Америку, учился на кафедре политологии в Луисвильском университете в Кентукки. Луисвиль является побратимом Перми, и в те годы вся Пермь здесь ошивалась, говорит давно живущая там бывшая москвичка Елена Иванова, с чьей подругой учился Данченко. Бывший пермяк несколько лет проработал аналитиком в либеральном аналитическом центре Брукинск Инститюшн, коллега, по которому Фиона Хилл, впоследствии дававшая показания против Трампа в рамках его первого украинского импичмента, познакомил Данченко с Доланом. Она также представила Данченко англичанину Кристоферу Стилу, который и нанял его собирателем компромата на Трампа для своего досье. Вместе с другим коллегой по Брукинск Инститюшн, Клиффом Гедди, Данченко раздобыл объемистый экземпляр ранее недоступной диссертации Владимира Путина, которую тот защитил в 70-х годах, в Санкт-Петербургском горном университете накануне своего перехода в КГБ. Данченко мимолетно прославился среди любителей путинианы в марте 2006 года, после того, как они с Гедди представили миру образчики путинского плагиата, выявленного ими в диссертации будущего российского президента на животрепещущую тему «Стратегическое планирование воспроизводства минерально-сырьевой базы региона в условиях формирования рыночных отношений». Я продолжу в следующий раз. Владимир Казахстан. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин